Приветствую вас, и если вы ходили к психологу, то, наверное, понимаете, что вашу проблему вот так вот сразу за один ответ не разрешить. У вас накопилось очень много обид на маму. У вас накопилось очень много негативных победительских моделей, которые вы осознанно или не осознанно копируете и реализуете теперь уже на дочь. У вас есть явные проблемы с взаимоотношением с мужчинами, а это значит, что есть проблемы с женским поведением, с моделью женского поведения и с моделью мужского поведения для себя. У вас есть явные проблемы с личными границами, с доверием к себе, с самооценкой, с самоуважением, с гордостью и не с человеком понимания о своих плюсах, о своих минусах и о том, как они соотносятся друг с другом. Понимаете? И вам 23 года. Все можно поменять, все можно сделать, все можно изменить и вашу жизнь можно сделать очень-очень хорошей. Если вы проработаете достаточно подробно все свои обиды на маму, проработаете, переосмыслите, если вы будете брать ответственность на свою жизнь только на себя, если вы начнете осваивать модель женского поведения, начнете ценить и любить в первую очередь себя, а потом и ребенка, если вы начнете разбирать проблемы, по которым вы, ну, например, почему вы соглашаетесь на меньшее, а, то есть, например, вот вы здесь не женились, вы идите замуж, спрашивая обращение, а, значит, у вас не было свадьбы, вы жили с сходителями, мы с мужчиной, потом вы почему-то ушли, то есть, то есть, с чем это связано, почему? Ваша мама? Ваша мама, да, она не всегда ответственна за вас, но от того, что вы ее вините, пошлите делать, вы только лишь перекладываете свою ответственность на нее и не более того, а жить нужно вам, и жить нужно вам уже сейчас. Поэтому, если вы ищите для себя, что свою жизнь, именно свою жизнь вы будете строить сами, вне зависимости от мамы, то вам необходимо в первую очередь подумать о наличии отдельного жилья, в первую очередь нужно подумать о том, как обеспечить себя и ребенка, в первую очередь нужно подумать о жизненной позиции, о том, чтобы оформить свои ценности, свои идеалы, свои стремления, свои желания. Для этого необходимо быть, хотя бы немножечко времени наедине с собой, чтобы прислушиваться к себе. И тогда вы сможете понять, что вам нужно, с чего вы ходите и так далее. Если вы ходили к психологу, как вы говорите, каковы были результаты, почему перестали ходить? Это все, безусловно, нужно с вами прорабатывать. Ну и, собственно говоря, различные аспекты вашей жизни, а, как я уже сказал, здесь все обидные, и личностный рост, и модель женского поведения, и мужского тоже, ага, и личностный рост, работа над собой, над самооценкой, формирование личной ответственности за себя и ребенка, значит, собственно говоря, вот это все вам нужно, ну как бы все, вам это нужно разбирать вместе с психологом. Поэтому вам, в вашем случае, вот, я рекомендую выбрать эксперта и начать с ним работать. То есть тут вот, исходя из того, что вы написали, ваша мама глубоко несчастный человек. Ваша мама глубоко неудовлетворенный человек, который за счет вас пытался и пытается до сих пор самореализоваться. Почему вы не использовались свой английский? Почему вы не воспользовались возможностями, которые были у вас, например, в немецкой школе? Как соотносятся? Как вы для себя разрешаете противоречия, в котором на одной стороне стоят ваши слова о том, что вас ставят в пример и в другой стороне тут же стоят другие слова, где вы пишете, что уже вам в пример приводят других людей? Как это соотносятся? Как вы разрешаете это противоречие? Как это противоречие стало возможным в принципе? Вот предлагаю вам для начала ответить на этот вопрос и с него начать вам менять свою жизнь в лучшую сторону, потому что, ну, я надеюсь, вы понимаете, что вот то, что вы написали здесь, это очень содержательно в плане понимания проблематики, но для реального решения проблемы и для реального изменения вашей ситуации нужна именно в вашем случае регулярная работа, возможно, даже с нескольким психологом, то есть, сперва с одним, потом с другим. Это связано с определенной спецификой, вот, но сейчас вам в принципе без разницы с кем, вам надо начинать работать, потому что ребенок это ответственность, вы правы и вам необходимо брать контроль на своей жизни, свои руки и все-таки понимать, что кроме вас ваша жизнь никто не благоустроит, никто не проживет, а ребенок сейчас от вас зависит и не должен страдать из-за того, что вы оказались жертвой ситуации. Вот. Так что выбирайте эксперта на нашем ресурсе и начинайте работу, уверен, результат не доставил себя ждать. В этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо!